Объяснял Дайвича одной своей знакомой, не имеющей особого отношения к музыке, что такое флажолеты на гитаре. И дабы не оперировать в разговоре такими терминами, как октава, квинта, терция и так далее, рассказывал все это дело на физических принципах, а потом подумал, а почему бы, собственно говоря, не записать видео для тех, кто на гитаре играет, про флажолеты знает, может быть, даже использует, Но кому интересен физический принцип, а как оно, собственно, работает и почему, сразу небольшой дисклеймер, пожалуйста, те, для кого это слишком очевидно, а также те, кто, в отличие от меня, хорошо знает физику, не бросайтесь в меня тухлыми помидорами, а те, кому интересно, я в Валком. Значит, смотрите, вот у нас есть струна от первого порожка, точнее, верхнего порожка на грифе до нижнего порожка, если это акустическая гитара или гриджа машинки на электрогитаре. То есть, целая струна, мензура. Что происходит, когда мы ее дергаем? Она начинает совершать свои колебания туда, сюда и издает, таким образом, ту ноту, которую мы слышим. Но прикол в том, что колебания совершает не только целая струна во всю свою длину, но и отдельные части этой самой струны. Половинки колеблются в своей частоте со своей длиной волны в два раза короче. Третьи струны колеблются со своей частотой с длиной волны в три раза короче. Четвертые части струны колеблются с волной в четыре раза короче и с частотой в четыре раза выше. Пятые части и так далее. Частота, которую нам дают самые крупные колебания Обозначенные на рисунке бордовым цветом Называется основной частотой или основным тоном Или первой гармоникой Вот ее-то мы и воспринимаем, когда дергаем нашу открытую струну Как ту ноту, которая, собственно, этой открытой струне соответствует Но кроме этой основной частоты или основного тона Существуют вот эти все остальные более мелкие частоты Они называются кратными частотами или обертонами Или обертонами, я не знаю, как правильно Или высшими гармониками Значит, первая гармоника обозначена бордовым цветом Высшие гармоники, начиная со второй, обозначены, соответственно, красным, голубым, оранжевым, зеленым То есть они вторая, третья, четвертая, пятая, соответственно, шестой здесь уже нет Но есть и шестая В принципе, их существует бесконечное количество Если мы для простоты примем, что эта струна у нас Открытая струна на гитаре в натуральном струне Открытая пятая струна Дает нам ноту ля большой октавы Ноты ля, они довольно удобны тем, что у них очень удобные для подсчета частоты Это 110 Гц, 220 Гц, 440 и так далее И вот колебание целой струны Дает нам, собственно, нашу ноту ля большой октавы Которая 110 Гц Основная гармоника у нас 110 Гц для большой октавы Значит, вторая гармоника в два раза, более короткая волна в два раза выше частота 220 Гц для малой октавы на октаву выше То есть Третья гармоника 330 Гц Музыкальным языком выражаясь, это будет звук на октаву плюс квинта выше Это третья гармоника Четвертая гармоника в четыре раза более высокий звук И в музыкальном смысле это получается звук на две октавы выше Пятая гармоника дает нам в пять раз более высокую частоту А в музыкальном смысле это звук на две октавы плюс большая терция выше И так далее Ну, тут, конечно, надо сказать, что каждая последующая гармоника, она гораздо более слабая Поэтому, когда мы дергаем струну, мы слышим главным образом нашу первую гармонику И ее воспринимаем как ноту, соответствующую этой струне Но тембр звучания струны или вообще любого музыкального инструмента Он как раз связан с наличием Точнее, сочетанием этих разных гармоник на разных громкостях Что происходит, когда мы берем флажолет Касаемся мы, значит, струны на двенадцатом, например, ладу Вот здесь, прямо посередине Глушим пальцем колебания целой струны Остаются у нас колебания половинок струны Именно это мы и слышим, как флажолет на двенадцатом ладу Ноту на октаву выше Если мы возьмем флажолет на седьмом ладу То все колебания, кроме колебания третьей части Мы заглушим пальцем Вот мы не мешаем своим пальцем только вот этой голубой волне А все остальное мы заглушили И поэтому мы слышим ноту на октаву плюс квинта выше Чем наша открытая струна Кстати, то же самое произойдет, если мы коснемся другой третьей струны Границы между другими третьими струны На девятнадцатом ладу Эти флажолеты между собой абсолютно идентичны На седьмом и двенадцатом ладу То же самое происходит и с флажолетами на пятом и двадцать четвертом ладу Мы оставляем четверть струны Все остальные гармоники у нас гаснут Остается только четвертая гармоника Она звучит на две октавы выше, чем наша струна сама по себе открытая И пятая гармоника дает нам флажолет Пятую гармонику дает нам флажолет на четвертом ладу И тем местом, где был бы двадцать восьмой лад Это очень слабая гармоника И флажолет очень трудно извлекаемый В основном его можно услышать только на хорошем перегрузе Но если постараться и точно извлечь То можно и на чистом звуке тоже Вот в этом и состоит физический механизм флажолетов на гитаре И на любом инструменте Но кроме этого Эти самые гармоники Могут быть объяснением еще некоторых интересных вещей Например, почему не стоит никогда делать слишком громко бас-гитару на репетиции И не только на репетиции Какая всем известна проблема Приходите вы на металл-гик Какой-нибудь друг позвал вас на концерт своей группы Вы приходите в клуб Пацаны выходят на сцену И начинают рубить Звук полный отстой Вы слышите вырывающийся из-под густого низкочастотного гула верха гитар Может быть вокала Если вокалист приличный И часть барабанов В основном это будет железо, рабочий Все остальное заполняет этот громкий, неприятный, низкочастотный гул Вот почему так происходит И как это связано с громкостью именно бас-гитары Довольно просто объяснить Если интересно Обращайтесь Либо По моему адресу в личные сообщения На странице Либо в комментариях под видео С удовольствием объясню Кроме того, этими гармониками еще можно объяснить Почему, например, аккомпанемент на На высоком перегрузе На хайгене Практически никогда не играется Ничем, кроме квинта Почему даже трезвучия А тем более, боже упаси Септаккорды Не используются на высоком перегрузе Это тоже Прекрасно объясняется теоретически Вот этими самыми гармониками Точнее наличием этих самых гармоник А еще Вот механизм флажолетов Который Здесь объяснен Он может пригодиться в качестве Ну На его основе Существует Один лайфхак Для тех, у кого плохо получаются Медиаторы на флажолет Кому интересно Обращайтесь Спрашивайте С удовольствием Расскажу Ну и если вам понравилось Как я Собственно говоря Объясняю Приходите учиться И задавайте вопросы